Привет! Сегодня видео немножко необычное, не свойственное, но от этого не менее интересное. Сегодня не будет никаких фиксов, спортивных великов и всего прочего, но тут немножко другая история. Однажды мой приятель, хороший, спросил мне, не нужен ли мне велосипед. Я у него переспросил, на что он ответил, что у него есть велосипед, совершенно мне нужен, который стоит где-то в кладовке, хламится, пылится, там уже много лет. И было бы неплохо, если бы кто-то к нему приложил руки. Я поехал, посмотрел состояние велосипеда и решил его все-таки забрать. Все было не так печально, как я думал. Велосипед стоял где-то в сырости и настолько отсырел, что у него буквально прогнились спицы сзади и все заднее колесо. Я распицевал его ловким ударом ноги, колесо пришлось выкинуть и заменить на совершенно другое, которое собрали мне мои друзья. Я кто-то дал опыт, кто-то дал кассету, кто-то втулку, другой человек собрал. И таким образом, поменяв только колесо, а ну и цепь, я на нем зимой немножечко поездил. Так как я катаюсь почти круглый сезон, мне для зимы велосипед буквально необходим. Ну и больше ни к чему я руки тут не прикладывал. И вот, сейчас за окном ноябрь, до зимы осталось буквально 5 минут на электричке. Я решил его все-таки в божеский вид привести. К тому же, как бы желание и ресурсы есть. И зимой ездить на нормальный велосипед, а не на черте чем. Велосипед выглядит не то, что плохо. Все в принципе нормально, но тут есть к чему руки приложить. Допустим, здесь совершенно не работает вилка, она буквально мертвая, она закостенела. И кто разбирается, он знает такие вилки, их уже вы хрен почините. Проще купить жесткую. Я планирую так и сделать. Троссы в рубашках. Все тоже уже давным-давно отъехали. Внутри все заржавело, они ужасно ходят. Если передний переклюк работает более-менее, переключает как-то с горем пополам. То с задним все намного хуже. Я тут немножечко на нем трюканул и погнул его. Но он весь уже ржавый. Уже отвратительно просто ходит. Кассета тоже немножко подсъеденная. Тут только три скорости работает. Передний тормоз я, конечно, настроил. В принципе, это единственное, что здесь стабильно работает. Задний тормоз уже я сделать не могу. Потому что нужно менять кросс-рубашку и все на свете. Плюс ко всему, велосипед был покрашен то ли из баллончика, то ли непонятно из чего. Я нашел в интернете, как он выглядит стоковый. Я думаю, вы догадались, да, какой у него родной цвет под этой краской. Я спросил у приятелей, можно ли снять вот эту баллончиковую мазню и сохранить родное ЛКП. На что мне ответили, скорее всего, нет. И, возможно, нам придется его даже перекрасить. Я сегодня пойду к своему другу и попробуем его, наверное, подготовить. Плюс тут еще, я не знаю, каким фигом так стикеры оставили. Поверх, что ли, наклеили родные. В общем, вопросов, как всегда, больше, чем ответов. А, и рулевую я здесь перебрал. Ну, в принципе, все. Больше я нифига не делал на нем. Так вот зиму отъездил. Поэтому, думаю, что нужно руки приложить и немножко его подсобрать. Что я буду из него собирать? Вариаций у меня куча. Конечно, в идеале сохранить все скорости для комфорта. Хочу поставить вилку жесткую. Вперед одну звезду. Тормоза оставить. И задний переклюк тоже оставить. В идеале, конечно. А там фиг знает, что будет дальше. Вчера вообще мне приятели предложили из него собрать фикс. Вот, кстати, это самый простой вариант. Если я ничего не придумаю и не найду нужного, то я соберу из него фикс, скорее всего. Все запчасти у меня для этого есть. Ну, поживем, как говорится, увидим. А сегодня поедем к моему другу. Буду его разбирать весь. И, наверное, если договоримся, сегодня раму буду уже подготавливать. Короче, спустился в подземелье Антихриста. Пока спускался сюда, у меня по горбу шарахнула крышка. Все силы нахер потерял. Сейчас, короче, разберу дрын. А дальше буду слушать указания Димы. Он скажет, что делать, как это. Зачищать, подготавливать. И что дальше. Ну что, почти разобрал. Единственное, осталось только снять вибрейки. Они не откручиваются, потому что вот эти болтики нафиг все внутри. Грани у них посорваны. Ну и чашечки сейчас выбью. Блонки откручу. И, в принципе, все. Будем думать, что с ней делать. Вау. Вау. Включение со второго дня. Вчера брызганули на раму. Вот такой смывк. Вот так. Краска начала прям сразу слезать. Буквально молниеносно. Оказалось то, что тут. Цвет-то нормальный вообще-то. Может быть, ее даже и красить не стоит. Я сегодня пошел, купил точно такую же. Целый баллончик. Сейчас ее всю оболью и посмотрю, что там с ЛКП. Может, даже и оставим. Не знаю, конечно, как это снять все. Может, как-то за таймлапс сейчас быстро я пока не придумал. Но она взбучивается прям мгновенно. Короче, это сейчас все быстренько попробую оголить и посмотрим, что там. Весть из полей. Ну, как вы видите, цвет родной, наверное, оставить не получится. Потому что вместе с черным цветом, который был сверху, полез и желтый нафиг. Это он не так прям слез. Я тут шкурочку уже чуть-чуть подшоркал. Но ни о каком родном цвете, к сожалению, речи не идет. Понятное дело, что сейчас буду это все до конца дошоркивать. Тут вот в каком-то месте стикер до сих пор остался. Буду его сейчас снимать тоже. Буду до конца дошоркать до гола. И даже думаю, может быть, ее и не красить. А вообще оставить просто зачищенной, чуть-чуть такой мелкой шкурочкой. Там подполировать и оставить. Ну, сейчас надо сперва дошоркать, потом подумаю. В общем, внезапное включение. Тут позавчера так получилось, что мы раму покрасили. Но у меня камеры под рукой не было. Я не смог вам снять, как ее аккуратно красят. Так что я пришел уже, блин, на готовенькое считать. Тут не видно при таком освещении. Рама просто зашибенного цвета. Такая красивая, что теперь не хочется даже на нее навеску старую вешать. Но деваться некуда. Бюджет ограничен. 30 рублей уже на баллончик смывки я влил. Так что сейчас буду ее в темпе собирать. Не знаю, даже успею поснимать или нет. И покажу, как на солнышке свет играет. Очень клево. Что-то не фокусируется, нифига. Но поверьте мне на слово, в общем. Такие дела. В общем, пока я собираю велосипед, у нас тут уже наступила самая настоящая зима. Навалило снега. И как раз самое время его выкатить в условия, для которых я его, в принципе, собирал. Я уже на нем прокатился. Километров 25, наверное, по лесу. Вот по подсказке посмотрите. Увидите обязательно. Ну, по сути-то я с ним ничего и не сделал. Получилось так, что только раму, по сути, покрасил. Но и остальное тоже все в порядочек привел. Все скоростя переключают. Ну, настолько, насколько это возможно. Поправил задний петух. Гнутый. Настроил переключатели, насколько смог. Тормоза тоже все сделал. Теперь ничего у меня там не закусывает, не закипает. Все работает просто лучше, чем нужно. Для зимы, я считаю, это больше, чем идеально. Вкрутил новые болтики сюда блестящие. Старые детали, типа чашек рулевых, хомутика подсидельного. Немножко подсидело. Я очистил от краски, так как он был покрашен из баллончика, судя по всему. Единственный момент, конечно, который, к сожалению, не удалось поменять, это вилка. Я хотел поставить другую вилку. Один приятель даже мне предложил бесплатно отдать свою. Но случилось так, что у нее короткий шток и не хватало его немного. То есть, вынос бы его не захватил. Но я не расстроился, ничего страшного. Велосипед для зимы, мне на нем нигде не прыгать, не гонять. Хотя, кто знает. Так что, я считаю, это более чем. Деньги в него вкладывать от крыльного гры я тоже не хочу. И так велосипед хватает. Для такой погоды самое оно. Я даже цепь на нем помазал. То есть, велосипед полностью обслужен, все работает. И выглядит, я бы даже сказал, очень неплохо. Так что, вот такое видео скомканное получилось, как всегда. К сожалению, не смог вам сейчас снять, как я его собираю. Потому что надо было переметнуться из одной локации в другую. То да сё. Возможно, действительно не было. Так что, извиняюсь, в принципе, за такое видео. Ничего подробного. Вы, наверное, ожидали тут увидеть, как я его переделаю в какой-нибудь несусветной херобор типа фикс. Но, друзья, так вот сложились обстоятельства. Но я об этом не жалею и даже счастлив. Поэтому даже при супер низком бюджете, друзья, можно что-то собрать из старого Ашана, на примере моего. И кататься зимой, получать удовольствие. Не закрывать и не забрасывать сезон. В этом ничего страшного нет. И зимний велосипед, это буквально доступно всем. Это очень весело, поверьте мне. В общем, вот такие дела, друзья. Напишите, что вы думаете про этот велосипед. Как он вам? Хочу послушать про ваши велосипеды. На чём вы зимой катаетесь? Как у вас погода вообще? Как вы относитесь к зимнему катанию? И всё прочее. В общем, пишите письма, друзья. Спасибо большое за просмотр. Ещё раз извиняюсь, что так скомкано. Впереди у нас целая зима, друзья. Поэтому предлагаю не скучать. Собирайте велосипеды, катайтесь. Это доступно всем и весело. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok